Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и на этой неделе мы подводим итоги уходящего года в индустрии высоких технологий. Начнем с Apple. Ожидания были высоки, ведь в начале 2016-го появились слухи о масштабном обновлении iPhone, новых Mac'ах, больших автомобильных амбициях и каких-то сюрпризах. А потом пришла реальность и расставила все по своим местам. Ключевой продукт Apple iPhone 7 во многом оказался не тем, чего ждали. В дизайне купертинцы осторожничали как никогда, а внутренние изменения оказались скорее количественными, чем качественными. Исключением стала только двойная камера на iPhone 7 Plus и спорное решение об отказе от аудиоджека. Хорошо, хоть переходник для наушников в коробку положили. Несмотря на это, спрос был высоким, а в праздники Plus раскупали быстрее, чем Apple успевала его поставлять. Десктопы и планшеты в этом году вообще не вспоминали. Обновился только MacBook Pro, но и тут не обошлось без жертв. Появилась сенсорная полоска Touch Bar, но исчез удобный магнитный разъем зарядки, а функциональность аудиоджека и 4 USB-C ограничили. Добавьте к этому лимит на 16 гигабайт ОЗУ и проблемы с батареей и получите Pro для потребителя. Но никак не для профессионала. Зато софтверное подразделение Apple Services продемонстрировало впечатляющий рост. Прибыль в последнем квартале взлетела на 24%, что вывело этот бизнес на второе место после iPhone. Маки, iPad и другие устройства плетутся позади, но учитывая отсутствие обновлений, не удивляет. Если говорить об Apple как о железной компании, то вряд ли она станет с гордостью вспоминать 2016-й. Таким же непростым, но все же с большим оттенком позитива этот год был для Google. Точнее, непосредственно для Google 2016-й был отличным, поскольку организация под зонтиком Alphabet позволила максимизировать прибыль от рекламы. Кроме того, компания запустила Android 7 и представила смартфоны Pixel и Pixel XL. Если описывать аппараты одним предложением, то оно будет таким. Отличное железо и софт, но высокая цена и излишняя зависимость от облачных сервисов. DeepMind вступает в 2017-й с высоко поднятой головой. Компьютер победил человека в настольной игре Go. Сперва разделался с чемпионом Европы, а потом сокрушил и чемпиона мира. Это достижение куда лучше доказало жизнеспособность и реальную применимость подобных систем, чем жуткие сгенерированные картинки с торчащими отовсюду глазами. Затем последовали успехи в других задачах, таких как распознавание речи по губам, и мы убедились в том, что компьютеры станут умнее нас гораздо раньше, чем об этом писали фантасты. Google X, экспериментальное подразделение холдинга Alphabet, продемонстрировало не слишком впечатляющие результаты. Wing, проект по доставке небольших товаров беспилотниками, испытывает множество проблем технического характера. В этом плане Amazon Prime Air находится на шаг впереди. В начале декабря был доставлен первый заказ покупателя в британском Кембридже, где программу впоследствии расширят сперва до дюжин, а затем до сотен реальных клиентов. Проект беспилотного автомобиля, главная точка притяжения Google X, тоже претерпел значительное изменение. Alphabet выделила его в отдельную дочернюю компанию под названием Waymo. Слухи о прекращении работ над собственной автономной машиной не подтвердились. Компания по-прежнему намерена представить коммерческий вариант к 2020 году. Но различные формы сотрудничества с автопроизводителями, о которых говорили информаторы, действительно имеют место. К примеру, сотни гибридных мини-вэнов Chrysler Pacificа пополнят флот Waymo в 2017 году, а Honda рассматривает возможность использования технологий Google в собственных самоуправляемых машинах. На этой неделе вас ждут еще три выпуска с итогами года, а в праздники на 3dnews.ru выйдет целая гора статей о самых интересных новинках 2016-го. От роутеров и материнских плат до игр и видеокарт. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!